всем привет ребята вы на канале своими руками с вами я савонтий ну наконец-то это произошло это знаковое событие а что произошло спросите вы на спутниковый ресивер у клану steam 4k pro запилили новое п.о. это не какой-то там новый имидж от open atv там black hole там и прочих а это будет новая оболочка она уже есть новая оболочка от модели denis h 265 все кто не покупал у клана линейку denis это такая как denis h 265 потом пошла про версия про комбо в данный момент у меня про комбо у них одинаковая оболочка она очень простая в использовании очень удобная легкая в настройке дружелюбная для пользователя я бы так сказал очень легко ей пользоваться ну а спутниковый ресивер у steam 4k pro имеет возможности приема 4k он также комбо ресивер может принимать и т2 эфир кроме спутникового он зашел тем пользователям я бы даже сказал больше они энтузиасты которые любят понастраивать enigma забегу вперед скажу что эти два ресивера сделаны на linux и этот сделан на закрытом linux и со своей оболочкой у steam же сделан на открытом linux и с оболочкой enigma 2 она для неопытных пользователей сложна в настройке хотя если немного порыться по форумам почитать информацию кто пользовался ресиверами с enigma i2 там абсолютно одинаковые все функции абсолютно одинаковые настройки но многим доставляла неудобства немного он специфичные настройки но зато многофункциональный здесь есть встроенный вайфай он как я уже сказал принимает как спутниковый сигнал 4k таки т2 эфир может работать с интернет сервисами так вот на него поставили новую оболочку есть теперь вариант мульти загрузки вы можете выбрать как enigma 2 так и оболочку denis h265 этот ресивер теперь будет прост в использовании именно на оболочке denis но его функциональность нисколько не уменьшилась а наоборот я бы даже сказал расширилась если же вы хотите купить уже настроенный ресивер либо у steam либо линейку denis настроенные под ключ можете писать на электронный адрес мне savonty собака gmail.com мы с вами договоримся я вам настрою под ваши нужды итак давайте подключим его и посмотрим что же в этом новом по меню данного по имеет вот такой привлекательный вид можете видеть здесь несколько рабочих столов поднимаясь вверх клавишей здесь можно настроить вид этого меню выбрать страницу передвинуть создать либо удалить то есть можно кастомизировать под себя если вы посмотрите в левый нижний угол клавиша help на пульте здесь можно менять приложение местами удалять переименовывать отключить юсб есть установки можно загружать иконки пользователя под любое приложение вы можете загрузить любую иконку любую картинку в этом по ресивер научился понимать беспроводные мышки юсб хабы и разные гиропульты в этом по появились онлайн кинотеатры такие же как и в по денис вы можете видеть какое количество кинотеатров уже доступно в прошивке вам ничего не надо загружать чего-то искать она уже есть в по всего здесь 29 кинотеатров вы можете запустить любой и посмотреть любимый фильм на любой вкус под любой интерес как можете видеть также есть и кинотеатры с 4k фильмами давайте что-нибудь загрузим первое попавшиеся так как этот ресивер напрямую понимает 4k и кинотеатры здесь 4k работает отлично к сожалению карта видео захвата не передаст качество картинки сами можете видеть и удостовериться что все работает отлично здесь установлен виджет погоды можете зайти настроить свое местоположение и наблюдать погоду в реальном времени также есть вот это плеер уже предустановлен можете ввести свой вот это сервис и смотреть фильмы через интернет даже спутник вам не нужен будет также доступен stalker портал вводите адрес своего сервиса и наслаждаетесь просмотром телепередач можете видеть скорость переключения stalker портале она молниеносная также есть уже предустановленное приложение netflix можете зарегистрироваться зайти под своим логином и паролем кстати сейчас доступно 30 дней бесплатного просмотра вот кстати можете видеть в приложении работает гиропульт либо любая беспроводная мышка курсор бегает все отлично можно набирать очень удобно быстро очень хорошо расширили возможности данного тюнера если опуститься ниже есть настройки настройки спутниковой части есть быстрый поиск установка антенны насколько здесь все легче и проще настраивать чем в оболочке enigma 2 список транспондеров добавляете удаляете удалить каналы спутника удалить все спутниковые каналы также есть настройка т2 каналов подключаете эфирную антенну настроенную и смотрите 32 канала украинских бесплатно настройка кабельного также можно смотреть и кабельное тв если вы им пользуетесь удалить все каналы редактор каналов вы помните какой неудобный редактор каналов в enigma здесь все намного проще здесь можно как хотите передвигать удалять переименовывать двигать блокировать можете видеть какие функции доступны если у вас нет каналов есть такое меню архивирование восстановления вы заходите можете все настройки экспортировать на юсби импортировать юсби а также импортировать из сети нажимаем ok и вот можете выбрать доступно два списка каналов есть с пятью спутниками из четырьмя загружаете все списки активные передвинули каналы под себя пять минут времени у вас настроен ресивер настройки кам настройки ключей есть режим дэнкам есть режим оском также режим аском дефолт здесь есть настройки серверов настройки мультикасс редактор ключей очень хорошая функция заходите одним нажатием клавиши обновить через интернет подключается ресивер по интернету к серверу обновления обновляет у вас свежие ключи если вы даже этим не хотите заморачиваться есть авто апдейт ключей через интернет включите и у вас ключи будут постоянно обновляться и всегда будут свежие при подключенном ресивере к интернету проще быть не может подменю установки режим мульти загрузки можете видеть установлен в первом блоке image open atv второй блок define 6.3 это как раз оболочка от линейки denis в которой мы сейчас находимся есть recovery меню настройки osd меню точно такое же меню как и в линейке denis архивирование восстановления я вам уже показывал настройки аудио видео поддерживает разрешение до 2160 пи 60 герц есть авторазрешение формат экрана настройка языков субтитров настройки яркости статус сети так как этот ресивер поддерживает подключение по вайфай так как в нем есть встроенный вайфай модуль с двумя антеннами можно подключиться по вайфай также можно подключать через lan порт установки вайфай в эту оболочку уже встроен vpn входите под своими данными и пользуйтесь данной функцией список таймеров установки пивер хранилище настройки сетевых ресурсов для просмотра контента с ваших удаленных компьютеров вводите ip адрес имя папки и подключайтесь и пользуйтесь данной функцией время дата родительский контроль дополнительные настройки здесь настройки горячих клавиш ну и прочие полезные настройки автозапуск в режиме это значит при включении что у вас будет выходить либо тв либо главное меню радио кинотеатры вот это плеер stalker netflix погода айпи тиви демо можете видеть любое приложение можно поставить на автостарт не нужно его потом искать заходить включил если у вас идет в основном просмотр айпи тиви выбрали айпи тиви плеер и при включении у вас будет сразу загружаться айпи тиви проигрыватель на клавиши f1 f2 f3 f4 можно также поставить какие-то функции и запускать напрямую с клавиш шкалы сигнала нормально детально для настройки антенны автоматически в дежурный режим включить выключить режим стендбай экономия энергии либо нет ftp сервер включен выключен электронный программный гид после потери питания в какое состояние будет переходить и включить веб-интерфейс либо выключить на данный ресивер легко заходить с любого браузера набираете айпи адрес и заходите в веб-интерфейс и можно настройки закидывать с вашего компьютера также можно это делать удаленно установки передней панели яркость передней панели в режиме ожидания и во включенном режиме дисплей меняет свою яркость от минимальной до максимальной и что будет отображать дисплей в режиме ожидания либо во включенном режиме обновление прошивки прошивку можно обновлять через юсб через интернет когда выйдет новое по ресивер при включении известит вас сообщение просто нажимаете обновить по интернет и он обновится сброс на заводские системная информация модель у steam 4к про версия прошивки 20 denis os поддерживает неимоверное количество приложений и 5 player заходим все работает можно добавить клавишей 2 импорт с юсб нажимаем выбираете сетевой ресурс либо юсб и выбираете плейлист и он у вас появится в этой группе демо тв это трансляция возможностей данной модели канала оператора если ваш оператор предоставляет какой-то и пить в лист можете ввести настройки своего оператора и просматривать свой лист автозагрузка m3u это плеер самообновляемых плейлистов заходите и просматривайте абсолютно любые плейлисты бесплатных плейлистов на просторах интернета очень и очень много также здесь есть отдельно для телепорт приложение онлайн радио разбито по категориям также можно добавить большое количество stalker порталов посмотрите какой здесь youtube такой youtube на продвинутых android тв боксах с оболочкой android tv программисты умудрились и сюда его впихнуть гляньте как он просто в управлении вот я сейчас гиромышкой щелкаю очень удобно красиво и очень юзабельно можете войти под своим аккаунтом есть меню есть настройки качество 1080p выбираем и в 1080p идет воспроизведение ролика но мы выйдем чтоб нам не прилетело очень удобное приложение youtube в данной оболочке также здесь есть отличный рабочий коди кто им пользовался тот знает что это очень хороший агрегатор всяких приложений это когда-то была отдельная оболочка выбирайте язык и пользуйтесь загружайте всякие надстройки с репозиториев очень функциональное приложение вы можете видеть насколько удобно пользоваться данной оболочкой можете видеть работу 4k каналов все отлично работает отличная картинка есть проигрыватель медиа есть приложение x smart здесь много также кинозалов куча фильмов но здесь нужна регистрация есть и 4k фильмы 4k сериалы в 60 fps также доступны в веб-порталы есть проигрыватель пивер вот я записывал телеканал идет воспроизведение в оригинальном качестве вещания также можно добавить любое приложение из уже имеющихся их можно дублировать если вы не хотите плейлисты смотреть в одном плеере вы можете добавить несколько плееров также есть проигрыватель экстрима пить или также вводите свои настройки и наслаждайтесь просмотром интерфейс при просмотре спутника имеет вот такой вид есть клавиша режим списка можно менять вид списка очень красивый вид можете видеть подгрузились иконки каналов все работает быстро хорошо очень удобный интерфейс для пользователя как я уже и сказал пишите на электронный адрес это мой адрес я помогу вам настроить ваш спутниковый ресивер либо продам уже полностью готовый под ключ если понравился ролик поставь лайк подпишись на канал если еще не подписан а если уже подписан нажми на колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео всем пока